Музыка 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 Пойдем туда сейчас к кустикам Я тебя сфотографирую Я не хочешь Че ты не хочешь? Я не хочу Ну у кустиков Там на ней тоже визжок и Всякие Почему? Почему? А кто хочет? А я что хочу? Смотри, вон я тень твою снимаю. Касюша. Иди сюда. Иди сюда, сказала. Весь телефон. Ну, клей аккуратно. Чего ты? Клей, клей. Вот зонтик. Что мы тут приклеили? Пальто приклеила. Оставь. Ну, вот что ты сделала? Просто оставь, как получилось. Васюша, ты же правильно приклеила? Вот ищи дальше. Что надо наклеить? Подушки. Еще сапожки. Еще круги. Нет, тут надо, какие вещи помогут Доте не промокнуть в дождь. Приклей наклейки и обведи подходящий предмет. А, тут, наверное, надо все приклеивать наклейки. Да. Ну, вот смотри, сапожки. Потому что я сама. Ну, вот откладывай клей. А, вот и клей. А, клей. Клей, клей, клей. Ничего страшного с ней чуть-чуть заехала. Давай, что дальше у нас тут? Вот, давай, да. Вот чайничек. Потом вот это вот на что похоже. Ну, мать, подушку. Ну, ничего страшного. Вот это, наверное, подушка. Да, 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 да. Ну, ничего страшного, если заедешь. Не заехала. Ну, вот. А вот это вот интересно, что кругленькое? Мячик, наверное, да? Да. Ну, клей мячик ищи. Ищи. Вот он, мячик. И тут надо, какие вещи помогут оттяни и промокнуть дождь. Приклей наклейки, обведи подходящие предметы. Вот теперь... Ну, ты будешь обводить, что тебе поможет, когда дождик. Ну, ты говори, что? Сапожка резиновая блестящая и зонтик зеленый. Вот, бери, обводи. А как вот так? В кружок, в кружочек обводи. Давай и зонтик так. Да-да, у нас все прекрасно и няня. Куда же без нее? Мам, ну, это Мамка. Что, зайчики? Спасибо огромное. И тебе спасибо, что все платят. Блин. Что тебе задумали? А? А? Виктория, не забывайте, кто вам платит деньги. Ах так. Мммм. Что-то обводишь? Утку. Утку. А вот. Дальше. Мочалка. Мыло. Нет, это пенка, наверное, да? Пенка. А мыло? Вот оно. Ну, все, молодец. Читай теперь. Вот даже вот. Ну, мы прочли с тобой тут. Вот эти. А это не надо. Тебе надо было обвести, что в ванну пригодит. Сэндвич тебе в ванну нет. И шляпа. Кроссовки. Это вот мы у одного продавца заказывали. Оно, конечно, такое мятое. Вы не обращайте внимания. Потому что она в нем уже ходила. Я его в стирку положила. Она напачкала немножко пятнышки. Размер 6Т. У нас, кстати, такой фирмы уже есть. Платочек такой цветастый. Вот я его, ей в сад она в нем пошла. Вот. Мне понравилась тут аппликация. Такая овечка. Аппликация пришивная. То есть качество очень хорошее у платьишка. Единственное, что вот смотрите. 6Т. И размер такой прям очень большой. Вот. И вот это вот 6Т мы сегодня забрали посылку. Это, конечно, платьишко тоже качество очень хорошее. Но будет подешевле. И тут наклеечка такая, знаете, наклейка. То есть такая. Я, конечно, не знаю. Я его еще не стирала. Но я обычно, когда вот такие посылки приходят с сайта, они хоть и запаха у них нет. Вот у этих платьев запахов нет. Но я все равно стираю. Потому что я же не знаю, как оно, где что лежало. Как бы тут ты ходишь в магазин и покупаешь. Все как бы нормально. Ты знаешь, там, что угодно. Но все равно я такие, как бы стараюсь в основном белье простировать. Там трусики, маечки. Но вот это вот все равно как бы освежить все-таки лежало. Пока шло в пакете. Вот это вот все все-таки. Вот. Это вот сегодня мы забрали. Берочку я уже сняла. Но вот тут написано рост 150. Я уж не знаю, что там за рост такой 150. Но по идее я заказывала вот это платье 6Т. И вот это платье 6Т. Вот я, видите, даже рядышком положила. Видите, какое вот это длинное 6Т. И какое вот это тоже 6Т. Оно, короче, оно и прямо вот на сейчас, на сейчас. Может, оно еще весной. Вот в этом она ходила. У нее как бы плечики все на месте. Единственное, что рукавчик я ей подворачивала. И по длине оно ей прямо ниже колена. Ну, в принципе, вот. А это вот шло в одной посылке. Вот это платье с овечкой одного продавца заказывали. И вот это вот мне очень понравилось с лисенком. Такая вышивка все. Видите, качественная. То есть она как бы сама вышитая и пришитая. Тоже вот это. Вот у нас вот эта фирма есть платьюшка тоже. Но это, видите, 8Т. Я заказывала 7Т. А они вот положили 8Т. И оно прям вообще громоздкое. Мы померили. Она в нем как попадья, если честно. Но, в принципе, потом пойдет. Оно в качестве вообще отличное. Велюровое такое. Мягенькое. Запаха тоже не было. Вот оно даже с бирочкой. Для бирочкой еще даже. Вот он. Магазин вот этот вот. И вот у нас уже такое второе платье с этого магазина. В принципе, заказывала у одного продавца вот это название. Платьюшка магазина. И вот это вот. Ну, согласитесь, как бы вот 6Т. И вот 6Т. А они, видите, какие оба. Это даже вот меньше. Но это вот ей прямо на сейчас. Единственное, что мне кажется, рукавчик тоже большеват. Тут у нас плечи на месте. Но рукава и по длине она очень длинная. Но, в принципе, у нас сейчас как бы в группе тепло. Но все равно, ближе к зиме, там все равно будет прохладно. Я думаю, то, что нормально будет. А вот эту платьюшку будет висеть. Потому что она ей и в плечах, и в рукавах, и по длине. Я говорю, она в нем как по подъя. В принципе, кому вот если заинтересован. Но я ссылочки оставлю под видео. Потому что я уже заказываю не первый раз. Вот. Качество очень хорошее. Вот. И причем недорого. Вот это я заказывала. Сейчас скажу. В районе 550 рублей. Это тоже такое 550 рублей. Ну, это вот подешевле. То, что может, то, что вот тут аппликация такая тканевая. А тут наклейка, она может подешевле рублей на 100. Может, 150. То есть там. Как бы. Ну, это вот у разных. Вот эти два платья. Вот овечка и лисенок. Это у одного продавца я заказывала. А это я заказывала там, по-моему. Блин, даже не помню. Ну, отдельно. Это у другого продавца. Но все равно качество платьюшка все равно. Вот оно. Ну, хорошее качество. Оно не такое не толстое, не тонкое. Такой средний трикотаж. И это, в принципе, такое. В принципе, вот это я уже стирала. Оно ничего нигде не покособочилось. Ничего не растянулось. То есть платьюшка, платьюшка. В принципе, вот это вот хочу простирнуть. Освежить. У него запаха нету. Запаха нету никакого. Ну, ткань. Вот как ткань пахнет. Такого вонючего запаха ничего нету. Единственное, что вот я когда заказывала, думала, что вот будет тоже такая же аппликация тканевая. Тут она вот идет такая, как силиконистая. Ну, в принципе, не знаю. Постираю что. Я думаю, в горячей воде его стирать нет. Я всегда такой в прохладной стираю, в принципе. Вот это, чтобы точно не облезло. Потому что и замачивать такие вещи. Вот на моем опыте было. Тоже заказывала там с Одноклассников с сайта уже. Сейчас скажу. Года три назад заказала в Акуле такую футболочку. Ее удлиненную, полосатую. С фламингами. И там точно такая же аппликация была. Вот. И что вы думаете? Я взяла, замочила ее. Ну, и оставила. Пока там дела пошла свои поделала. Все такое. То есть и про нее, по сути, я забыла. Я на следующий день как бы вспоминаю, что у меня футболка замочена. А там наклейка отошла вот эта. Представляете, как обидно было. Она футболочка такая хорошая. Но ничего. Дом ходит. Такое, правда, такое пятно от наклейки. Как будто что-то не доделали с этой футболкой. Ну, походила она в негодик. Ну, год, наверное, где-то. Может, даже не год, а лето она проходила в этой футболочке. Ну, вот так, в принципе, качество у самого платья неплохое. В принципе, за такие деньги, даже если вдруг она что-то, ну, дома будем одевать. Но я не думаю. Я в этот раз буду аккуратнее теперь, чтобы она не попортилась. В принципе, вот я его постираю, проплащу. Какая будет у наклейки реакция. В принципе, ну, я думаю, мы походим в нем немножечко. Вот. Субтитры подогнал «Симон»